Наше видео для школы Beauty 911. У нас сейчас есть модель. Мы проведем анализ. Я расскажу, какие у нее есть на данный момент проблемы. И мы пишем, какие мы будем делать сегодня процедуры. Значит, вот наша модель. У нас есть провисание тканей, у нас есть провисание виска, опущена уже бровь. Мы будем ставить ей коги 19G на 100 мм, коги лифтинговые. Мы будем заходить с лица, то есть мы будем вкалываться здесь, и конюля наша будет уходить в апоневроз и крепиться своим концом к апоневрозу. Вот мы таким образом подтянем ткани, но мы, подтягивая эти ткани, получаем нависание бровей. В таком состоянии пациента отправить нельзя. Мы в бровь поставим еще дополнительно одну ниточку, чтобы зафиксировать лицо вот в таком положении. Это то, что касается по лицу. У нас есть еще проблема по нижней части. Есть провисание тканей, есть немножечко второй подбородок. Сюда мы тоже поставим две ниточки коги. Одна ниточка у нас пойдет вот таким образом, то есть отсюда она пойдет сюда. Для того, чтобы мы, когда, немножечко можно вбок, когда мы подтянем эти ткани, мы здесь получим немножечко морщинистую кожу, ну как бы лишнюю кожу. Срезать мы ее не можем, потому что мы же не оперируем. Мы должны будем этой ниточкой прижать вот эту кожу, чтобы она была наименее заметна. То есть у нас первая нитка пойдет вот сюда, и вторая нитка у нас пойдет вот сюда. Таким образом мы вот эту зону полностью вот так подтянем. То есть мы получим вот такой результат. Посмотрим, возможно, еще мы проармируем нижнюю часть лица для того, чтобы уплотнить кожу, потому что она совсем в таком, ну как бы не донусе совсем. Таким вот образом. Сейчас мы сделаем разметку с учетом того, что мы не должны задействовать мимически активные зоны. То есть мы просим пациента улыбнуться сильно. Вот мы выделяем сколовую мышцу. Вот таким образом. Все. Все, не улыбайтесь. Теперь мы от угла рта к козелку уха проводим линию. Это будет наша линия лифтинга. То есть если мы с этой точки вкалываемся, мы задействуем сразу и эту зону, и эту зону, и эту. То есть фактически мы перемещаем ткань со средней части в височную часть. Значит, первая нитка у нас пойдет вот по этой линии. Вот таким образом. И уйдет вот по неволозу. Это у нас пойдет вторая ниточка. Вот так пойдет третья ниточка. Здесь мы таким образом все затянем. Вот эту часть мы прижмем ниточкой, которая пойдет у нас снизу. Посмотрим, может быть, мы поставим. Возможно, нам понадобится еще одна ниточка. Потому что все зависит от ширины лица. И если, допустим, кожа тонкая, она не в тонусе, это уже возрастной пациент, шаг должен быть, чем меньше тонус кожи, тем меньше должен быть шаг между нитями. То есть если, допустим, молодой девочке можно поставить там и две нити, да, на такое расстояние, то возрастному пациенту нужно ставить где-то через максимум один сантиметр. Потому что если мы поставим просто две нити, мы получим вот такую вот, как, не знаю, как гармошку такую. Это будет заметно и будет очень долго сохраняться. В общем, ну, это вам будут звонить, вам писать. В общем, делать так не надо. Значит, здесь мы ставим пока три ниточки. Мы, когда это все подтянем, скорее всего, нам придется ставить ниточку сюда. Но в любом случае мы делаем первыми вот эти вектора. Разметку на шею я покажу лежа. Она делается лежа. Мы делаем со второй стороны такую же самую процедуру. Выгнитесь. Вот таким образом мы выделяем. Это у нас, получается, эта часть, это уже мимически активная зона на той течечке. Видите? Если мы сюда зайдем ниткой, теперь разница достаточно большая. И эта нитка сорвется просто. И вот проводя линию вот эту, отказилка к углу рта, откройте широкий рот. Видите, если мы заходим ниже, нитка тоже сорвется. Закрывайте. То есть достаточно большой шаг мы получаем. Вот эту зону мы не должны задевать, потому что она не сможет открыть рот. И нитка, скорее всего, сорвется. Даже если пациент очень будет сознательный, замотанный. Но это достаточно неприятно и неудобно, и, в общем, дискомфортно. Поэтому в эту зону и в эту зону мы не заходим. Все, мы разметку, в принципе, сделали. Все одинаково. Продолжение следует...